Я там не побачу, куда я рихтую. А тут ты что будешь бить? Я не обварив, я за эту сторону. Я рихтую, а потом обварив. Ааа, а ты тут прям бьешь, да? Да, я беру достаточно. Так, друзья, всем привет. Сейчас сделаем ревизию нашего сарая. Получается понедельник, вторник, среда. Три дня они уже в том новом сарае на щелях. И узнаем, надо мне брать лопату, или нет, с тачкой, чтобы выгребать оттуда. Как мне много кто пишет, что я буду оттуда выгребать. Сейчас проверим. И также хочу вам по-быстренькому пробегтися по ангару. Что мы сделали, смотрите. Получается, вот с кусков сварили уже 7 стоек по 5,50 и 7 стоек по 4,50. То есть на два ряда. Также следующие куски, которые лежали там, две кучи. Мы с дядей Саней посортировали их вот так. Вот такими частями наложили. И дядя Саня их все поторцовав, и фаски по зачищал себе. Ну, на предварительно, на соединение сваривать. И вот такие все куски мы поторцовали. И сейчас он делает из этих кусков, сваривает в кучу. Получается вот такие трубы по 5,50. Каждая труба. Потом мы эти две трубы по 5,50 состыкуем уже, как у нас будет длинный столб, состыкуем въедино. Будет 11 метров. То есть нам надо две штуки на одну ферму по 11 метров. Верхний пояс, нижний пояс. Ну, а потом уже перемычки. То уже такие. И вот это мы сейчас на таком этапе. Дядя Саня сваривает все трубы в кучу. Ну, а тогда уже начнем и готовить фермы. Дядя Саня вопросов нету. Дядя Саня робит хорошо, качественно. Короче, так. Сейчас дядя Саня фаркоп собі робит. Ты уже сварил фаркоп, Саня? Да, может, кто что-то подскажет. Дядя Саня собі начал фаркоп в городе. На копейку. Хочу в мене вивезти навоз по коробе весь. Бо бесплатно. Мой оттой прошлогодний. Перегнуй на город. И писка взять. Ну, то есть прицепи хочет собі. Вот дивитесь, який. Він собі фаркоп забабахал. Вот так. Все просто. Не то, что это прикручивается, это прикручивается, это тоже. И вот таки будет в него фаркоп. Вон дядя Саня на машине, и туда он хочет подсыпать. Ну, чтобы заодно дробил тут, а вечером еду навоза накидал прицеп, повез до дома на город. Ну, то есть все правильно робит. Попутный груз, да. Він говорит, я не люблю порожняком двигаться. Так, друзья, ну пошли теперь покажу, что в сарай. И также еще кто не знает, как я хочу сам по себе ангар робить. Вик, подойди, покажи картинку. Бо много кто спрашивает, опять потом новые заходят. И вот так, вот получается, это ангар 11 метров ширина. Нижняя сторона 4,50. Центральна 5,50. Ферма 50 сантиметров. Это получается ангар, это цей вагон с выступом сюда метра 4, то есть козырьок. Также пишут, что кто-то из России написал мне, заваляй цей вагон, а строй нормальный. Цей вагон у меня на вес золота. Ось у меня тут все корма, все полностью. Крупорушка, он теплый, хороший. И вообще претензий до этого вагона вообще нема. Мне его валять не надо. Я просто ангар буду одеть, а это все будет под навесом. А тут начнется ангар. Ось подсюда он будет. Вот. Как раз подсюда. Вот. Вот это получается здоровый козырьок будет. Вот тут. А тут аж стенка зашивается. Это уже дядь Саня стоит в ангаре на воротах. Ну то уже дойдем, то уже в следующий ролик я покажу. Будем бурить сваи и заливать. Пошли сюда. Бо писали, коры там малые, им не хватает. Они будут голодные. Единственное, что Сергей Стрелецкий написал, что приточка, у меня маленькая эта труба, не хватает. Да, у них тепло, даже я сказал, очень жарко. Но духоти и пара конденсата нема. У них сухое все. Вікна не потеют, ни где ничего. И я вчера открыл. Думаю, пока морозов нет, хай так будет, чтобы больше им свежего воздуха. Вот заходьте, смотрите. Кто спит, кто есть, кто просто отдыхает. Вон три едят, и тут три едят. И там три, и оттуда три. Давай я туда зайду. Писали на входе, не зайдешь, все будет у навоза. Ни, нема такого. Тут вікна не потеют. Вот я впервые ночи зайшел, векно не потеют. Ни это не потеют, ни это. Залез наверх, снял задвижку свою, вон я ее там положил на витяжку. Думаю, надо полностью открывать. Сейчас морозов нет. Все, немае испарения, немае конденсата, нигде ничего, немае. Тут света тоже немае. Также за три дня мы набрали воды. Випили они ось по цю отметку. Ну чуть выше этого бортика. То есть одну треть воды выпили. Тут бак три столітра, вот сто литров уже они выпили. Это за три дня. Сегодня мы добрали трошки. Насыпаем сразу килограмм пятьдесят, может даже больше. И все. И заходим на другий день, дивимся, где там мало, то досыпаем. Ось, кто хочет спить, кто хочет. За три дня, я просто знаю, сколько за три дня должно быть навоза. Это больше трех тачок повных горовых за три дня. Де они трех тачки. Ось они недавно только кто-то скакнул. Воно ж потом вот так наступает. Ось, вот так. И все. Вон, дивите, как раз. Бачите? Нема какашки. И так само ось, вот тут, а ось воно росло. Ось, дивите, упала какашка. Нема какашки. Понял, как воно работает? Вони ходят, лягают и ногами сами его затолочивают туда. Или просто лежать. Как у них, я так по наблюдениям моим. У них, где корм? Тута сухая. Вони тута чисто едят. Больше ничего. Тут вони не гадят. Тута вони в основном тут по над стенкой, а там сплять. А гадят что-то идти, идти ось сюда, у центру, отута. Ось, щас, наверное, она пришла поражняться, оцей кабанчик. И все. И получается, я что удивлен, что нема конденсата, вообще нема. То есть хоро... А, и что я сразу, дивлюся, мухи начали сюда лететь. И я в первый день порозвешивал, на второй день порозвешивал липучки. И мух нема. Вони, какие там залетают на липучки. Я даже москитную сетку наверх не цеплял. Думаю, хай так. Сарай теплый, потолок теплый. Ну там же ваты, сколько мы, 100 мм ваты набили. Крыша утеплена, все зашито. Фронтон, где было холодным, пів кирпича зашили с сотым пенопластом. То есть и получается так. Про воду рассказал. По бойням. Бойні в них были. На второй день эти трошки побилися. Кто-то тут выяснил свои права. И тут тоже вчера кто-то, это, были бойни. Ну они, я понял, так разобрались. И уже тут у них свой главарь. А тут и свой главарь. Ну вот так. По корму. По корму потерь немае. Корита меня устраивают. Писали, что корита им здоровье надо уменьшать. Это здоровье сейчас. Сейчас буквально пройде месяц, и корита им будет то, что надо. Я ж не буду на каждую неделю им делать корита. Поэтому, ну, это видать людина, яка не держит. И трошки в этих вопросах не совсем разбирается. Ну а так ось. Все сытые. Кто проголодался, пішел один поїв. Вони на корита не накидываются. Вон два проголодались, едят. Тут а три проголодались. Вон четвертый проголодался, сейчас піде есть. Бачите? А так в основном лежать, отдыхают. И еще какой-то минус. Минус. Погрызли вот этот угол, что я залеплял. Первый день погрызли и все. И ну, больше не гризут. Не наблюдать. Видите, какой жевжики. Жевжики. Вот так. Сухо. Даже иногда. Мы с Викой забываем иногда, что мы тут свиней держим. Я вчера ходил, как сам неси. Ну, хочется где-то, как сюда же убрать, позашкрибать. А уходишь, робить тут ничто. Аж так трохи, если честно, непривично. А это только третий день начинаю привыкать. Там, пошли воды проверим. Пошли. Ну и залез, я проверил. Ну, я же скажу, там одной третей, может, не было. Корм був. Давай насыпем. Давай. Гепнули им 50 кг. Ну, так и все. Получается, труда нема вообще физически. Труд будет это выкачать. Выкачать. Когда это воно наберется 12 кубов. Я даже не знаю, коли вони наберутся 12 кубов. Я бачу, что у меня еще там и води нема особо на этом. И не дуже вони пьют, чтобы так дуже пить воду. Ну, то есть, пье, кто хочет. Вон, две поилочки, пожалуйста, пить. И что я заметил. У меня, допустим, если бы в обычном сарае это было, ну, бетонный пол залитый, все побелено, все было, запустил я. У меня б на третий день все низа стен сантиметров тридцать были б уже б черные. Это я знаю точно. Вот, смотрите, три суток, три дня все чисте, потому что они чистые. Воно все, что падало, вот прям упал біля кормушки и там под ним навоз. Вот тоже он сам с собой и его туда затолкает. Да? Ось все, чтобы наедались колбаски лежать. И за приток воздуха я сказал, что мало. Да, мало. Но у меня благо, у меня векно, их две половины и они в кто-то снял. Ну, а вообще на зиму, если мало будет, я просто внутреннюю часть чуть-чуть прооткрию. А наружную тоже чуть-чуть. Ну, что-то придумаю там. Тут векон хватает. Свет сюда я бачу, что вообще не надо. Я свет им на ночь не включаю. Тем более сейчас война, мы свет не включаем на ночь. Ну, я имею в виду в сарае. А так, ну, ось, дивится, ось. По навозу я показал, как воно работает. Ось, они ходят сюда. Вроде бы образовывается кучка. Но я вечером зайду, а цей уже кучки не будет. Я не знаю, где воно динется. Чи туда они ее затолкают, чи сюда. Ну, вот, например, раз и все, и немае. О, лежать. Ковбаски. А это с завернутым ухом. Самый спокойный из всех. Ухо завернуто в него, да? Ух, ты ж мой пельвей. Ну, вот так. Пишу, что Стас очень доволен. Честно говоря, ну, даже превысило мои ожидания. Я так не думал, что будет настолько так, а это вообще хорошо. И даже вот тут сходило под стенкой. У меня под стенкой щели не имеет заливки, что им проваливается. У меня сразу идут под стенкой щели. И они же походят и вот так затолчут. Да и все. Я сам захожу сюда и ноги вот так прочистю. И я думал, перегородку, честно говоря, можно уже снимать. Вони там особо уже между собой. Ну, хай еще побудет неделька, может, две. Я потом сниму. Даже в них будет там по 100 плюс килограмм. Ну, 120-130 килограмм. И им места хватит. Я уже побачил, что если убрать перегородку, их в кучку сбить. Дуже мало места вони займут. То есть пока хватит. Штук на 20, тут примерно должно хватит. Ось новые проголодались, а подошли. А ось оцей с гухом завернутым подошел. Не дают тебе, да? В ушко. Подиви. Ой, ты. Ну, куда ты залив? С кормом. Ось ось корм у них все тут, а ничего не висыпается. Все отлично. То есть, ну, а так с мінусом, ну, что сказать, как нет. Самое большее, что, как бы, если бы тут был ровный потолок, ну, ось как он должен был быть, ось, ну, 2 метра. Тут бы была духота. Духота, душегубка, парилка и был бы на потолку конденсат. Его нема, потому что витяжка, вона у нас 43 на 43 и 2 метра висота. Витяжка очень хорошо витягивает, как обычный хороший димар. Вон, пейся, все, нема ничего, все ушло. Из-за витяжки, в основном, тут сыграла атмосфера теплая, сухая. Это только витяжка. Не повинились в свое время, сделали, сделали потолок. Мені Вика каже, да потолок очень высокий. Вон высокий, так тут нема души губки. Вон вся эта... А, и спрашивали за вонь. Вся это запах, чи шо воно наверх кучкуется и витягивает витяжка. Запаха тут вообще нема. Больший запах в обычном сарае, чем тут. Вообще запаха нема. Я так понимаю, что воно из-за того, что постоянно у нас без установки его вытягивает саме своим потоком и все. Ну, вот так. Если корм у них постоянно, бойни за еду нема. Вон, там сейчас два есть. Хоть третий решил поїсти. Ну, то есть, а так. Вони по очереди ходят, кто там это. И так не дуже голоден. Вон лежать пельмень. Вот. Улегся сюда. Ци сюда. Ну, три дня все. Все мене устраив, все хорошо. Пока я вчора занимался... Декайте. Вчора занимался дубовыми дровами. Там пилку настраивал. Начал потихоньку пилять. И все. Оце я закрив. Завтра вечером сюда зайду. Ну, где завтра ж к вечеру. Корма в них много. Всего много. И вот так. Пока я там вчора занимался. Вика уже тут порядка навела в сарай, где мы забирали цих поросят. Дивите. Все. Ало. Все. У нас керхера нема. Вона вручную все розмочила с колодей за шланг. Угдила. Розмочила оцей щиточкой. Ну, максимум дезмога потерла. И опять позмивала. И все. Воду я позливал. Сейчас мы что тут. А мух протравим еще. Бо мухи сюда залетать. Мух протравим. Закрием. Вікно я уже поставил. И так же вона пробіглась и побелила сьогодня. Оце с утра сьогодня побелка была. Ще даже не высохла. И теперь мы в цей сарай ждем следующей партии, как будут опоросы, дай Бог. И следующую партию сюда тоже разделим. И так же само через эту клетку туда. Вот так и сделаем. Дуже удобно. Как сарай для отъема забралось. Финоматка их не чует. Более-менее отходы. И они тут подросли. Я проконтролировал. Нема в них не поносив. Ничего. Все. Убеждаемся, что все нормально. Вони укрепнуть за месяц. И двухмесячных. Пожалуйста. Вон. Тягать не надо. На горбу перегонять. Та и все. То просто я тоді видео ж снимал. Мені хотело, чтобы они быстро пошли. А если открыть и оставить их на час, то они сами туда попереходят. Это ж поросят. У них интерес. И так же повимивали все эти трубки. Все. Все, что было, так сказать, замазане. Все повимивали. И потом перед запуском протаплю боржуйку. Нагреваю. Прогреваю здание. Запускаю маленьких. И пошел опять новый цикл. Есть такое чувство внутри, что я их не держу. Эти 20 свиней. Как только корм высыпаю. Мне кажется, что делать. Удобно. Ну, пока меня все устраивает. А как там будет дальше, кто знает. Подивимся, как будет через месяц, через два, через три. Может и прийдется. Ну, я буду все показывать. Пока вот так. Пока приточки было мало, приточки я добавил, в окно открыв. Ну, если будут морозы, то в окно чуть-чуть закрию, чуть-чуть прооткрию. То есть будет видно. А так очень хорошо. Саня, а ты стукать надо, да? Ну да. Да стукай, чего ты. Ну а по ангару в процессе идем. Идем, потому что я уже следующий ролик покажу про ангар. Уже будет видно, что и как я сейчас размечаю стакани. Начну потом бурить и вам все покажу. Вот так проходю утром. Той сарай пройшел, там уже ж ничего делать, нема никого, аж непривично. Надо двери утеплить, потому что они пообривали. Ци двери тоже надо утеплять. А ци. Бо они тоже не утеплены. Их утеплю на зиму и все. Нихто их не тревожит. Вони сами по себе. Гонять не надо. Да. Вот так. Да. Вони так лучше ростимуть. Их никто не гоняет. Вони сплять, отдыхают, едят. Вода не заканчивается. Все равно у меня там в канисрах то вода закончится, то еще что-то. А так. А так у них все в досталь. Ничего. Ось у вас проглистогоним еще. Да. Тепло, тепло. Прям така тепло. Сухое отсюда. Идет таке аж Ташкент вообще. На улице холодно. Да. Тут прям теплота такая идет. И сухое тепло. Не то, что сырое. Я знаю, как я в сарае, допустим, если в том сарае, у меня там влажное тепло было. А тут сухое. Ну, это витяжка. Витяжка решает все. Мне не надо вентиляторы сюда ставить, чтобы вытягивали. Не надо вентиляторы на приточку. То есть только все самоход. И света тут. Я думаю, и света тут не будет. Я ее не буду сюда проводить. Ну, короче, вот так. Ну, а тут не знаешь, за что. И хватает. И там, глянешь, дрова надо пилять. И стаканы бурить, заливать эти. И дитяне трошки помогли. Короче, вот так потихоньку-потихоньку крутимся. Всем спасибо за внимание. Всем пока.